Друзья, всем привет! С вами Санек и вторая часть видоса про передний ведущий мост. Сегодня мы ничего варить не будем, сегодня будем считать. Будут цифры для того, чтобы знать, насколько мне обрезать чулок от моста. Так, чтобы у меня все срослось и получилось. Поэтому наберитесь немножечко терпения, заваривайте чайку, кофейку. Может кто там что покрепче предпочитает. Погнали считать! Итак, мужики, с чего же будем начинать? Первым делом я замеряю вылет диска Жигулевского. Обычный штампованный диск. И померить нужно нам вылет. Я мерить буду обычной такой линеечкой. Угольник. Вот так его ставлю. Беру другую линейку. Можно взять штангель. Мне прекрасно и так все видно. Упираю в диск и смотрю до нижнего края. До нижнего края. В моем случае это 10,5 сантиметров. Плюс, смотрим здесь, у нас идет вторая линейка, да, саму ширину диска. У меня она 15 сантиметров. Все, это все, что нужно знать про диск. Почему я так говорю, мужики? Ну, был случай, был случай. Человек, Михалыч Скордона, у него есть свой канал на Дзене. Ссылочку на его канал и, точнее, на видос, о котором я сейчас говорю, скинул в описании. Можете зайти, посмотреть и передать от Санька23РУС ему привет в комментарии. Человек сделал кондуктора себе. Вот. Как я показывал ранее. Такие они универсальные. Мы балку переднюю собирали, там, полуося на них обрезали, мосты на них, чулки укорачивали. Очень удобно. Сейчас мы будем при помощи их еще делать передний ведущий мост. Так вот. Человек сделал кондуктора. Сварил там, что я не знаю, там, что он там варил, то ли оси, то ли переднюю балку. Вот. Выставил же, как я показывал в прошлых видосах. Все. Собрал. Это я рассказываю, о чем ролик там у него. Ну, зайдете, посмотрите. Выставил на колею 70, собрал. Ставят диски, жигулевские. А колея вот такая. И он говорит в ролике, что... Санек виноват. Санек не сказал. Санек сказал, точнее, что должно получиться 70. А у человека не получилось. Вот такие дела, мужики. Ну, если вы делаете, себе делаете что-либо, да. Ну, вы чуть-чуть тоже включайтесь в процесс. Глаза-то есть, да. И, как бы... Санек не виноват. Привыкли на все готовое. Даже лень комментарий вам написать, понимаете. Под видосом, под тем или другим, там, без разницы. Большего-то не требуется. Ладно, отвлеклись. В общем, первым делом, сегодня только цифры и только цифры. Все. Больше, больше ничего не будет. Первым делом беру, чем я рисую, знаете. Вот, корректор, карандаш. Произвольно рисую полосу. Линию, точнее, да. Колья нужно 70 сантиметров. Глубина у нас диска 10,5. Ширина диска 15. 15 делим пополам. Сколько? Правильно, 7,5. 7,5-10,5 разница сколько? Правильно, 3 сантиметра. У нас сколько колес? 2. 3 плюс 3, сколько? 6. Все верно. Поэтому к этой линии колея 70. К этой линии рисуем еще плюс 6. То есть 76. Мужики, я рисую так. Чтобы получилось колея 70. Учитываю эти 3 сантиметра с каждой стороны. Это Михалыч, записывайте, записывайте. Вот сейчас посмотрите. И потом скажете, что Санек опять не прав. Там или... У вас там из-за меня, точнее, вы себе запороли деталюху какую-то. Берите, записывайте. Так. Есть линия 76. Дальше. Нужно выставить кондуктора. Кондуктора буду выставлять, мужики, не на уголок. А мне нужно их поднять выше. Для чего? Для того, чтобы ступицы, когда я буду прикручивать, они у меня будут с тормозными дисками. И нужно вот это вот расстояние. Нужно. Нужно. И снимаю с первого дубля. Поэтому простительно. Так. Ставлю не на линию, а вот чуть дальше. Вот так чуть-чуть. Видно, да? Вот он. Сейчас покажу для чего. И ровняю. Так вот по плоскости. Сдвигаю, пододвигаю. Все. Вроде стало. Точность тут великая не нужна. Главное вот его пристегнуть теперь. Пристегиваю. Мне просто нужно знать цифры определенные. Беру кондуктор и выставляю его на линию. То есть ставлю уголок на линию, мужики. И подвожу его к уголку. Все. Пристегиваю. Так же струбциной, только другой. Так. Есть. Та же самая песня у нас с этой стороны. Пристегиваем. Ты вымазал. Луку мазуту вымазал. Ставлю на линию. Пододвигаю кондуктор. Все. Зажимаю. Проверяю расстояние. Ровно 76. Отлично. Выставили. Прикручиваем вот эти вещи. Прикручиваю на два болта. Мы варить ничего не будем. Мы будем только мерить рулеткой. Штангелем там, я не знаю. Линейками. В общем, всего. Только расчет. Холодный расчет. Такие увесистые штукенции. Это для удобства. Это для того, чтобы ничего не держать в руках, мужики. Это очень удобно. На самом деле, можно расстояние сделать колею. Абсолютно любую. Абсолютно. Хоть на сантиметр укоротить его там, грубо говоря. Я не знаю. Посмотришь видосы. Народ так мучается. Помогу. А что делать? Немножечко. О, есть. Так. Есть такое дело. Теперь. Граната одна. Ставим. Граната другая. Буду использовать новые гранаты. Теперь меряю расстояние до шлицов. Точнее, не до шлицов, а до того места, куда упирается вот такое вот это вот кольцо стопорное. Вот на полоси. Я думаю, видно, да? Вот ставим. Вот оно уперлось. Вот отсюда и меряем. Там видно, ямка такая, выборка. Прямо линейку, рулетку туда, варанату. Вот. Потому что по-другому никак не подлезешь. У меня выходит 54, мужики, сантиметра. Пишу 54. Так, 54. Это расстояние, вы поняли, да, что я имею в виду? От шлицов. От того места, куда упирается стопорная шайба. Это вот, 54, что мы делаем? Делим пополам. У нас получается, делим на 2, равняется 27. Мужики, 27 это центр. Центр редуктора. То есть, центр вот этого вот пальца сателлитов. Есть такое дело. Два привода. Значит, не забываем, что нам нужно еще выкинуть вот это вот расстояние. Это у меня разобранный такой шаблончик есть. Вот тут вот, между этим сателлитом и другим, нижним вот этим сателлитом, большими сателлитами, расстояние 3 сантиметра. Между ними, не до пальца, а между ними, 3 сантиметра расстояния. Вот от 27, то есть середины, да, от 27 в одну и 27 в другую. Выкидываем эти 3 сантиметра. То есть, куда? По полтора. 27 минус полтора. Сколько? Кто скажет? Ну, правильно, 25 с половиной. Что вы, не знаете, что ли? 25,5. Теперь на полуси от кольца, вот с этой стороны, вот с этой стороны от кольца, рулетку цепляем вот так за кольцо и отмечаем 25,5. Немножко, немножко мне тут неудобно, но не хочу из кадра выходить, с рулеткой неудобно, с линейкой так. Ставим 25,5 вот так вот и отмечаю линию, рисую такую, на одной. И вот так вот, 25,5 вот так вот, рисуем линию другой. Да елки пал. Чуть ногу не отбил. Так, вот так повернул, чтобы видно было. Ставим полуось одну. Ставим полуось вот так, мужики, другую. Видно, да? Вот они 3 сантиметра нарисовались. То есть, вот этот палец сателлитов, ну, то, что нужно, короче, что там говорить. То, что нужно. В следующем видосе я покажу дальнейший процесс, уже будет конкретно сборка. Сейчас только расчет. Так, дальше. Нам надо знать, сколько обрезать сам чулок. Размер мы уже знаем. Полу этой оси. Теперь, знаем, где у нас станет пыльник. Здесь есть вот такие вот штукенции, да? Куда вот край пыльника остановится. Такое вот специальное место. Но нам еще не забываем про флянцы. Еще у нас флянцы есть. Сейчас мы тоже их посчитаем. Они тоже имеют свой размер. Надо флянец так поставить. Мужики, чтобы можно было прижать крышечку. И она тут все это дело до пыльника не доставала. Имела возможность немножко открутиться, чтобы достать это все дело. В общем, возьму я, я вам так скажу, беру линейку, просто упираю в эту стопорную шайбу. И в моем случае, в моем случае, я беру 9 сантиметров. Отмечаю. Вот как раз такое вот расстояние отличное. Потому что это вот восьмерочная полуось. Здесь она вот тонкая такая идет штукенция. Десяточная полуось, мужики. Сейчас так перекину. Здесь оно идет такое утолщение. Если я возьму его, допустим, до 8 сантиметров, там, или с 9 с половиной, но он слишком будет близко. И вот эта вот шайба, ну, не то будет при то, прижимная. Она будет до пыльника близко. Короче, взял девятку. Ну, это в моем случае, я так хочу. Я так вижу. Так, есть у нас две метки появилось. Появилось две метки. Теперь надо замерить расстояние между ними. Беру линеечку и меряю. 35 сантиметров ровно. 35 сантиметров ровно. Записываем. Так, 35 сантиметров. Есть. Дальше. Меряем флянцы, мужики. Все. У нас, у нас чулок, чулок должен получиться 35 сантиметров. Понятно, да? Теперь меряем флянцы сейчас. Вот эти два круглых. Чтобы знать, сколько обрезать чулок. Так, чтобы он у нас получился на 35 сантиметров. Вот такой будет коротенький. Как-то так. Берем штангель и меряю. Не вот здесь, не до этого края места, да? А вот до вот этих вот выступов, их три штуки на круглых. Беру вот ближе к отверстию. Прямо так вот его ставлю и меряю. Получается 3 сантиметра 8 миллиметров, мужики. Округляю до 4 для ровного счета. Токарного станка нет, поэтому все в сантиметрах. Будет токарный, будем в миллиметрах выражаться. Так, 4 сантиметра до вот этих вот раз, вот два, да? И вот три. До вот этих вот штукенций. 4 сантиметра. У нас их два. То есть 8. Не забываем. Так, 8. От 35 отнимаем 8. Ну вот от общей длины выкидываем эти флянцы. Отнимаем 8. Получается у нас... Ну, кто скажет? Математики. Ну, что? 27, правильно? Так, 35 минус 8 равно 27. Есть, да? То есть нам чулок нужно обрезать. Ща-ка, на 27. Пойдемте до чулка. Там померяем еще. Итак, ребята, чулок. На самом деле я уже отметил. Вот ровно 27 сантиметров. Как рассчитать, да? Чтобы его ровненько отрезать? Меряю внутреннее расстояние. Здесь 16. Ну, и соответственно, 27 минус 16. У нас получается 11. 11 пополам. Это 5,5. 5,5 отмечаю. Вот, от этого края идет. И 5,5 идет от этого. И все у нас выходит ровно на 27 сантиметров. То есть, вот так мне нужно отрезать этот чулок. Я думаю, понятно. Так, дальше. Пока все это удобно установлено. Значит, полуося мы уже размер знаем. Нам нужно обрезать вот эти вот штукенции. Чтобы потом нам все это сто раз не выставлять. И не вымерять, и не вымечать. Беру кусок подходящей трубы. В металлоломе нашел, порылся у себя, нашел. Можно найти любое что-нибудь подходящее. Вот так вот ставлю, мужики. И отмечаю, где мне нужно будет пилить. Когда рисует и не хочет рисовать. Наверное, уже забился. Линия есть одна. Линия есть другая. Также и с этой стороны. Одна. Другая. Вот, в принципе, и вся. Вот это с этой стороны. Это, соответственно, с этой. Вот, в принципе, все и расчеты, мужики. Ничего сложного нет. Ну, пошивники заменим. Они печальные. Элементарно все просто. Михалыч с кордона. Ну, я думаю, понятно, да? Вот такие вот дела. Ладно. Итак, много наболтал. Хотел коротко. А получилось, как всегда. Давайте. Увидимся в третьей части видоса. Там уже будет сборка. И, скорее всего, даже без токаря. Да. Все просто. С вами был Санек. Еще увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok